Счастье Счастье Спасибо! Спасибо всем вам! Ну так сложилось, что наша судьба как-то все время было удивительно совершенно. Мы с ним встретились уже значительно позже, когда он ушел в его шлист театрное торжество. Студия Киностера, Ренфильм. Это уже был 56-й год. И я тогда не представляла себе, что нас, надо сказать, еще раз всю судьбу сведет в картинках, в фильмах. В это время рассыпал район на берегу Черной речки, где мы получили квартиру. Я получила первый дом. Игорь рядом, в соседнем доме, получил последний. На Черной речке. Опять рядом. Мало того, при каждом доме на Черной речке были гаражи. Наш гараж и его гараж рядом. Опять рядом. Опять рядом. И вот через энное количество лет нас судьба сводит по первому фильму «Зеленая карета». Наверняка, полностью этот фильм замечательный. Я игре танцует и поет. Замечательно совершенно. Если бы один сыграл в полном смысле слова. Не то, что главную, а основную роль в моей жизни. И связано это с Игорем Дмитриевым. Вот это очень далекое, очень советское время. И мы с Игорем Дмитрием оказались в одной комсомольской поездке в Юбославие. Ну, поездка, как он был, кстати, с своей Ларисой, как-то, и, по-моему, с своей женой. Ну, мы живем в комсомольце. Я совершенно моготочку. Они столько-только начинающие. И вот, приехали в город Загрин. Мы пошли без травм. Ну, женская в основном была группа. А Юбослава довольно-таки травм и красивый. И на берегу и стали приглашать наших девочек. На берегу памятника русалки. И как раз мы приехали в Тальм в тот день, когда там открывался музей фашизма. Расключен он был Россией. Это оккупация. Окупация, да-да-да. И в город Нарву мы помещали. И там была встреча с бизнес-элитой города Нарвы. Ваш разговор о том, как он был. В 2002 году я организовал такой, ну, его балом назвать сложно, но такой вот международный Пушкин, фонд потомков Александра Сергеевича Пушкина, который базируется в Соединенных Штатах. Попросил организовать что-то серьезное. Они там каких-то больших людей из Соединенных Штатов привозили. Вот. Все это в мраморном дворце должно было в белом зале. Вот. И мы там писали сценарии и прочее, прочее. И тоже, а кто будет вести? Вот мы их беседуем. Я говорю, ну, Петербург и вот Пушкин, Фраг, ну, другого нет. Звоню, значит, назначена была встреча. Первый вопрос. А что там будет происходить? А кто там будет участвовать? Я говорю, ну, там будут солисты балета Леонида Александровича Долгушина выступать, будут солисты от Ларисы Лиссаловны петь. Притом будут петь арио из мюзикла Андрея Павловича Петрова «Капитанская дочка» и будет выступать Теремквартет. Он говорит, это серьезно, это я возьмусь. Вот. Ну, и потом, говорит, а когда это будет? Итак, День Победы среди войны. Это Кручава и Котиновский написали в Месу. И о том, как во время блокады исполнена Шестаковича Пятая симфония Ленинградская. Седьмая. Седьмая. Почему-то у Алматова не стоит так. Ой, на нашу здесь. Вот. И он, говорит, это про образ дирижон. И, конечно, как вы сказали, все вы здесь говорили, чтобы другого артиста не найти такую роль. Теперь это не выглядит. Когда они с Юрой встречались на сцене вместе, то, вы знаете, она была закутана в какие-то тряпки, блокады. И они когда сидели, а она смолянка, то вот сквозь сидели все тряпки, закутанные в какие-то синие, такой грей, грей с синевой, вот эта порода была просто видна. На этом спектакле были участники, которые были именно в день, когда исполнялась эта симфония. А почему он еще не сказал? Знаешь, Алматова упоминала про симфонию. Я говорю, как, что? И вдруг там написано у Анны Андреевны, значит, поэру «Без героя», написано «Ах, тогда кончалось так», и что симфония прилетела из Ташкента, притворившись нотной тетрадкой, и слово возникло на радио. Вот эта встреча у нас была замечательная, у нас была сцена, где мы говорим, ты знаешь, что, как он мне говорил, а я играла, как бы, у правого спорта. Ну, то есть, естественно, наша блокадная, как говорится, звезда и блокадная наша нимфа, это, конечно, Ольга Торбольц. И вот у нас были такие слова, что мы будем проходить мимо дома, и вот этот оранжевый абажур, там будут жить уже другие люди, и вот это движение времени, он очень чувствовал. И я еще хочу сказать, и говорили, так как уже кончается вечер, я хочу сказать про хулиганинку, о его хулиганинку. Вот про высокое я уже сказала, что, ну, какой он был партнером, я уже не говорю, просто не придумать такого партнера, потому что не то, что он умел слушать, как здесь говорили, он просто, как будто, вот я говорю, а он уже как-то вот, чтобы эта пауза, которая возникала, она настолько была такая, так выверена, как металл. И вот он, значит, это за хулиганинку, и партнер замечательный. И вот то, что про его хулиганинку. А Шура и Александр Ширвин, мы учились на одном курсе, Миша Козаков рядом, и они дружили, и потом они приехали в Петербург, когда мы приезжали из Москвы, всегда останавливались у нас, и как-то вот тогда еще они меня как-то познакомили. И так наша, я не могу сказать, дружба, но наше товарищество было как-то очень длинное, потому что 56-й год Шура Ширвин снимался, вот Данечика назвала, а 56-й год, это как раз я пришла в театр, в принципе, я 60 лет в театре проработала, все время года 40, а потом, да нет, даже 60, не знаю, что. Вот, и он, ну, удивительно умел все разыгрывать. Вы знаете, когда он импетировал, значит, милого лжеца, а Зиганшина, это на моих спектаклях, а она где-то задержалась в Москве, и, значит, Руфа, Руфина Рустема у нас ведущая спектакль, она вообще бывшая актриса, но дело не в этом, она с книжечкой, чтобы не срывать уже выпуск спектакля, последние спектакли, и, значит, она в препятствии участвовала. Приезжали Зиганши, Зиганши, надо было тоже сказать несколько слов о Игоре Борисовиче, который бывал у меня в гостях. Знаете, это, конечно, незабываемые встречи, я этим очень горжусь. В доме часто иногда говорят по четвергам Карен Николай Матвеевич, а персонах, которые бывают у меня на фонтанке. И вот Игорь Дмитриевич, по приглашению наших общих знакомых, тоже пришел ко мне однажды. Мы все, конечно, что называется, как-то на бровях стояли, все готовились, как могли, украсили дом, и, разумеется, стоп. Когда он вошел, посмотрел на него, он говорит, а что у вас, свадьба сегодня? Он был поражен тем, обеими, изысками, какими мы хотели его встретить. Ну, а вообще, он с первых шагов нас поразил. Пришел и сказал, я ведь не просто так, я пришел со сменной обувью, достает из сумочки, лакированные туфельки, надевает их. Но, в самом деле, когда ушел этот человек от нас, то многие сказали, ушел последний рыцарь без страха и упрека. В самом деле, вот, будучи в гостях, он себя так вел, и он не был персоной брата. Когда мы-то, конечно, ждали его и готовились, соответственно. Но был он прост, доступен, рассказывал немного о своей жизни, о детях, о жене, о ресторанах, которые он посещал на Невском. Как-то так, за один вечер, несколько раз, в нескольких ресторанах побывав, рассказывал, где как кормят. Ну, говорит, вы-то превзошли все рестораны. Но был сам артист, и он как-то оценивает Милу Ивановну, не только как консультмейстера, а компаниатора ему в его белой декламации, но и как женщину, которая берегла стихи своего мужа и преподнесла тот вечер нам, всей нашей компании. Ну, вот сегодня это стихотворение, мы всегда еще раз доказуем, доказательство... Как бы в памяти, как бы в памяти, как бы в печени, как раз звучало вот это стихотворение. Все, мы же произведем, как было. Музыка Темнело, Это лета Растворялись в небе зданий, И город насторожно молчал. Шла женщина на пусть, не свидание, Лил дождь и ничего не обещал, Лил дождь из-за развороченного неба, Ни ласт, ни любви, ни тепла. Шла женщина как нищая Со хлебом чужого Из обильного стола Сквозь стучи не проклятого Счастья, надежда Не мерцала впереди Ей навязались спутники Ненастья, сырые ветры Долгие дожди Обманчивая радость Подарение объятия Мужского тела власть Раба любви Владычица мгновений Как непрочна твоя Ночная снасть Раба любви Любовь совсем иная И образ Любви Совсем иной Желание Ледышкой в стае Пропало без следа Во тьме ночной Она Стояла У решетки сада Шептала чье-то их имя Я тогда работал Молодой еще артист В Лен-концерте И дружил С Константином Александровичем Петровским Может кто-то знает Дядя Костя Его зовут С Валиной И он как-то говорит Саня А давай мы тебе постоянно прописку сделаем Я говорю Ну если Я буду очень благодарен Если получится Он обзвонил Игоря Борисовича Дмитриева Токосова Рудакову позвонил У меня даже Сохранился этот документ Правда Прописка Ничего не сделали Зато у меня есть этот документ С подписями этих великих людей Вот И в честь А, кстати Игорь Борисович приглашал Даже меня на спектакль В театре комедии Он тогда работал На премьеру Кино Тартьюф В доме кино Была премьера Вот И в честь этого человека Я хотел бы Выступить Показать Немножко Своё искусство Будем помогать Мне Марина Павлова Вот И так Немножко Мин Маги Закрычить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok